всем привет мои хорошие мои любимые еду на гастроскопию киев так волнуюсь что-то ничего не не ел это с вечера ничего вообще не пил даже не утро ничего даже слюну сплевываю не хочу потому что у меня такой рвутный рефлекс сумасшедший будешь лежать б как сейчас такое позорище где полно на трамвай пустой проехал только что видно на разворота новый идет шеста упадка анти сколько народу купить центр есть в больнице на 25 я когда-то еще помню было 15 копеек гривна 25 кошмар истории болезнь сейчас на эндоскопию на флюорографию эндоскопия какая-то гадость ребята он кто ела признат какой кошмар что он нет внутри где свидание нулевой этаж я кажу где эндоскопия они кажут там декорноскопии там декорноскопия идет сразу засунул и потом врут со счастьем где нулевой этаж находится это вот туда да вот сюда повернете налево а справа открытое а понял ребята цикапе конечно брызнули таким как с ментолом что-то ну типа сбаливайся с ним было не до каи с ментолом в общем мы на херня в кишечнике на кишечнике на такие знал пищеводе короче грыжа пищевода на вид большая грыжа грыжа под герб пекость эзофагит а заключение с информацией на поведением короче направили гастроэнтеролом сказали что будет лечение и на контроле держать не сегодня про джинский женщина говорила что вас как бы потом со временем свинктер там что-то верхний между кишечником пищеводом кислая всегда в этом кишечнике овцом а как отсюда выйти какую сторону туда на причем и на грыжа кишечника все возле уже в театр трамвай протащил на столярова вышел должен быть там оператор заказка остановки нет у нас б ходит трамвай интересный очень такой новый сейчас такая ситуация конечно неприятная там женщина я вчера не там именно эта женщина и сегодня конгустер такая полная полная ну она такая с юмором нормальная все это самое и там узнать все таки проходит но даже если придавить меня ничего со мной не будете к этому отношусь нормально и с пониманием и тем более если она с юмором знаете при так стойте девочки с раз мальчики стойте сейчас я придавлю сейчас тебя тетя придала знаете так смешно это один-то не дурак слышу в той конце что-то вам не надо нельзя противопоказано типа работать кондуктором так неприятно стало на каждом же противопоказано вот такая же иду по трамваю думаю хоть бы обломался тогда стоять потому что людей много трамваи в одну сторону ходит а в другую не ходит а это троллейбусе ехал кстати у меня счастливый билет вот с одной стороны 727 с другой 826 это если сложить 727 будет 16 и 826 тоже будет 16 поэтому счастливый билет говорят его надо съесть ой фум это же пищеводик это гадость нельзя все все круто все идут театр флюорографию прошел флюорография нормальная вот я стесняюсь идти вот это нести телефон дай бог нужно вот трамвай в ту сторону ходит он первый поезд и отсюда это новин выворачивает с другой стороны то есть не оттуда стоим возле мечникова на трамвай и люди стоят это самое я смотрю на рельсы я вчера тоже не ходили я думаю может просто вчера не ходили я думаю подхожу смотрю на рельсы а рельсы забросаны листьями и не блестят а тебе ли рельсы в ту сторону блестят я людям говорю он точно ходит да да мужик ходит на на рельсы гляньте засыпаны листьями шо ходит вы видите эти блестят рельсы грыжа пищеводик суперный театр мой любимый единственный сегодня князь игорь на сцене сейчас сделали гастроскопию и как это петь вот сейчас все друзья помираю я грыжа пищеводик грыжа пищеводик грыжа пищеводик озвучиваю игорь 3 пищеводик ונים игорь 5 farmer немедленно Позволь мне, княжа, слово молнию. Пустипальчик радостный. Рада, да? Да. Мадрид, остановился. Стоп, стоп. Остановился, оценил, можно ли спросить, и потом вздохнул. Ага, ага. Еще раз. Позволь мне, княжа, слово молнить. Давно хотелось мне сказать тебе, что тебе. Князь, гляди, востока леет. И свет зари разгонит ночи мрак. И для тебя, и для Руси заря настанет. А средства есть, я средства знаю. Что? Да, аダе, а греши князю? Ты, князь, тебе достану я, беги из плена, ты потайно. Что мне, князю, бежать из плена, подай на мне, мне, подумай. А тут бросать не будем его? Бросали. Ты пойди на меня. Да, не вот его. Что мне, князю, бежать из плена, подай на мне, мне, подумай. Еще раз это делай? Давайте я уже сразу. Раз, два, три, четыре. Перед моим, да. Раз, два, три, четыре, раз. Поздвольник даже сломолдит. Давно хотелось мне сказать тебе, что тебе. Князь, гляди, восток оленец, и свет за ним разгонит ночь и мрак. И для тебя, и для Руси заря настанет, а средство есть. Я средство знаю, ты, а нерехи, к тебе достану я, беги из плена, подай на мне, мне, подумай. Что ты говоришь? Князь, прости на смелом слове, подумай ты о том, что я сказал. Не для себя, а для Руси бежать ты должен, ведь ты спасаешь свой край родной. Веру, народ свой, подумай, князь, довольна. Князь, прости на смелом слове, Быть может, то заря рассвета и для меня, и для Руси проглянет снова солнце радостно во свет. Я не подзываю. Бежать нам, да разве можно, ведь я ухана... Оставь меня... Оставь меня... Бежать нам, да разве можно, он говорит, можно. А это себе, ведь я ухана напомню, это не ему, он ведь с ним советуется. Он у него совета не спрашивает, он сам опуждается, он для себя, это опар. Как так? Нет, нельзя, честь не... Он сомневается же, ведь я ухана... Оставь меня, не ерунда. Бежать нам, да разве можно... Бежать нам, да разве можно, ведь я ухана... На поруках... Оставь меня... Ведь клятвой станом ты не связан, князь... Креста на том не целовал ты, князь... Оставь, да? Ты прав. А ты прав, Авлур. Спасибо. Спасибо за услугу. Подумать должен я... Не-не-не, он туда перейдет. Все. И украшения у князя Игоря. Иконка. Это Ярославная. А, это Ярославная? А я думал, это этого. А где перстни князя? На спектакль. На спектакль будет? Вы из дома приносите, да? Нет, не всегда. Костюмеры дают. А, понятно. У них прям костюмы идут. Это шпаги, кстати, с регалетто. Но не совсем... Отовсюда, да? Романо Джуэто. С регалетто, да. Со всех они в разные эти... Кочует из спектакля в спектакль. Да, да. Это из Трубадура, да, по-моему? Деревянный. Это Трубадур. И тоже, ну... Ромео. А, и Ромео и Джуэто тоже, да? Да. Там есть два мяча. Ааа. Булавайки. У вас тут интересно. Это откуда? Булаваши. А это же Багдан Хуницкий. А, Багдан Хуницкий. Уже нет. А у нас когда оно шло последний раз? Уже лет... Я не знаю. При мне не было. Лет шесть не было. Нет, нет, нет. Больше, да? Лет десять, наверное. Больше, больше. Больше, чем десять лет. Больше, да? Вот, казалось бы, шикарная опера Багдан Хуницкий. Да, еще работала. Шикарная была опера. Да. И костюмы у нас такие были. И постановка. Там еще. А вот эти кувшинчики откуда? Это из балета, наверное, какого-то? Это все балета. Сразу видно. Или спящая красавица. Вот это. Да, да, да. Красивая. Сколько у вас тут всего? О, Боже. Там куры. Ух ты, как у вас. Курые, утки. А дело в том, что у нас очень мало места. Вот. У вас было, да, так, чтобы места действительно побольше, чтобы все это было растало? Разложено. Оно же все, пока что-то найдешь. Оно со сцены еще блестит, вот это все красиво. Да, да. Вот. А это откуда? О, это тоже какой-то был спектакль. Да, в мире. Спектакль. Это красили недавно. Ага. Горох. Разные. Так вот здесь. С каждой твари по паре, да? Да. Это из Турандот, по-моему, сундук. Это все Турандот. Да. А, точно он же Турандот подписан. Турандот. В Корсаре он работает. В балете, да? В балете, да. Это тут отсюда драгоценности вынимает. Да, да, да. Это из любовного напитка, наверное? Напиток тут. А, это откуда? А, это Дон Пехот. А, это Дон Пехот. Ааа. Букну нефтанную. Я вам уже половину стаканов перебил, наверное. Светучей мышей. Хе-хе-хе. Ничего, да. Ничего, да. Если бы делали, знаешь, так... Ну да. Так как должно для театра быть. Они просим, они делают, они ничего не делают. Ну да. Игорюнька, Игорюнька, если что-то серьезное будет. Да это, конечно, я думаю, ты вовремя заметил. Да ну мало ли. Что помолвишься за меня. Да помру, та хрен. Да. Игорь, прямо там в возрасте. Сейчас он молодые, 15 лет онкология. Где эти онкологии ты говоришь в возрасте. Он там вот, 36 лет уже, ты уже хоть пожил. Ну не онкология. Это пока не онкология. Это наш Эдуард Михайлович. Это наш тенар. Первый спектакль, который я увидел вообще в Украине, приехав из Уфы, это был Самсон и Далила с вами в Харьковской опере. Мы пели с Самсона, Ирина Викторовна пела Далилу, Романенко Елена. Она потом педагог мой был в консерватуре. Да? Ты ее учишься? Да, первый год. Она преподавала? Ну преподавала, сейчас не знаю. Она потрясающая партнерша, наверное, на сцене. Да, очень хорошая. И человек просто золотой. Романенко Елена из Харькова. Она еще работает, кстати, в театре. Да. Народная артистка Украины, да. Молодец. Вот это, кстати, мне, бачишь, Игорь, замотюки мои именно и это. Ну, слушай, не подстрекает ты вот это вот, подстрекаешь, что заборы такие там. Ну а что? А у меня, кстати, у тебя сейчас чувствуешь, что вроде как и болит что-то там уже. То не болел, а сегодня уже чувствуешь, что где-то там что-то болит, кажется. Такие мнительные, что. То есть, что я лягу-то буду ползти на кладбище. Какие вещи говорят? Ну что делать? Лармакович здесь нет? Не, не видели, нет. Лармакович. А, это со спектакля можно посмотреть, да? Конечно, я сейчас подписываю. Да, это с Володей Гудзем. Ребяткам подарите на всякий скамер. Это с Наташей Сандак. Так, это что? Тоже Наташа Сандак. Красивая фотография. Да, Николай Иванович. Тут профессионал делал. Это я, он мне на бизнес сделал. Так. Геодорг Михайлович, а сколько партий у вас вообще в репертуаре? Вот примерно так. Ну, где-то около 150-140, порядка. Хорошо. Всего. Да. Ну, где-то так, около 150. Игорюнька принес такие котлетки. Света говорит, готовила яблоки. Мне нельзя, Игорь. Все. О, ты блин. Забыше есть котлетки. Хлеб черный тоже нельзя. Сказали. Насмерть. Для тебя, вот видишь, он как знал. Игорь, и белый хлеб принес. Я с 6 вечера вчера Игорь ничего не ел. Я такой борщ шикарный приготовил. Такие, сделал ножки классные. Гречку запек в духовке Игорь. Так вкусно. Конфеты мне тоже нельзя. Это, это семечки. Тем более нельзя. Такие вкусные Игорь. Знаешь, что сделал? Знаешь, что я сделал, Леша? Гречку сырую промыл. Перемешал с замороженными овощами. Гречку сырую. На противень. Посолил. Да есть чай. Положил сырые ножки куриные эти. Вы не слуха этого. Налил воды кипоткай в духовку. Леша смеется. Надо Леша твои рецепты не готовы. Ты готовишь что-то дома? Ну так чуть-чуть. Ну что, я такие изыски, конечно, не делаю. Какие изыски? Я тебе хочу рассказать такую историю. Я говорю, слушать. Моей собаке сейчас вот этой, ну, 15 лет. То есть, 14,7 месяца. Она у меня дома живет. Я записал. Вот, все. А я ее уже нашел. Когда у нее меняли зубы? Ну, это и в районе 5-5 месяцев. Ага. Да, даже если так. Ну, вот ей 15 лет. Она там прыгает. Она еще такая шутенька. Ну, видно, что уже что-то отказывает. Она так кушает уже. Кушает. А звуки издают? Да. Не важно, кушает. Глотает плохо? Ну, да. Такое. И хрипы там появились. Ну, то есть... Цельная, наверное, тоже такая. Ну, старость такая. Ага. А может, у нее тоже пищеводия грижа пить? Нет. Все. Не надо. Шутки эти. Слушай, и вот когда мне было 40 лет, слушай, восприятие какое-то. 40 лет. А что ты опять записываешь? Ну, ты же рассказываешь мне там в демагоге. Давай рассказывай. Только увидишь, что записываешь. Слушай, вот когда мне было 40 лет, и у меня собачка тоже сдохла, старенькая. А рядом у соседки Балунка. А... Так. А Балунка пожилая уже была. Короче... Ой, Балунка. Балунка или соседка? Балунка пожилая. И вот соседка вышла, плакала. В общем, ей скорую подруги вызывали этой соседки. Вот. И когда эта собачка, ну, умерла, ее Балунка уже такая, лет шестнадцать было Балунки. Ну, эта бабка устроила похороны, там такой ящик взяла. И все бабки-подруги пошли хоронить эту Балунку. И, в общем, всем бабка раздавала пирожки. Как бы, ну... Такое. Поминало, да? Ну, да. Ну, что ж сделать? Слушай, а я... Да, я переживал. Нормально. Собачку поплакал. Но такой у меня был. А сейчас, вот когда эта собака со мной прожила период, да, Владику, что тогда было тринадцать лет, сейчас уже Владику двадцать лет, уже у него ребенок родился. Ну, то есть, период жизни такой. Ну, ну. Конечно, я иначе. Ты же тоже будешь пирожки тогда дать? Ха-ха. Девять сорок. Когда что-то случится-то? Ну... Не, но все равно, конечно, отношение другое. И, естественно, эта собака, это как отрезок жизни. Да. А что к этому? Я ее не отчеловечиваю. Ну, нет. Конечно. Но... Ну, а чего добрым словом не помянуть или там? Ну, понятно, что там царство небесное, мои собаки, ха, земля полную, то такое. Не надо. Но, я тебе скажу. Она... Ой, кто она? Подожди. Ну, она прожила, вот, знаешь, я чем тебя утешаю еще, чтобы сильно не впасть в какое-то это... Вот, что она прожила, все-таки, хорошо. Ну, то есть, спала где хотела, вот, ела что хотела. А ты гоняешь кошек, если на стол запрыгнула или там на кровать? Да мне хоть на голову пусть она заходит. И мне так же. Вот это я с тобой полностью... В этом я с тобой полностью солидарен. А кошка... Хай что хочет, то делай. Да, Алёше не нравится, Маша. Слушай, эти ж кошки... Слушай, по природе кошка... Подожди. Они лазят по деревьям, по крышам, правильно? А где им в доме лазят? Да, завели кошку, так уж извините. Кошка хочет лазить. На шкаф, на люстру. Не заводите. Это животное. Не заводите. Не, завести и издеваться. Сидела кошка в углу. А ну брызь. Что за брызь? Она любит и на окне. У меня слова брызь нема. Вообще. А как собаки у людей. Так им разрешение будут здоровые собаки прямо на постель прыгать и там спать. Ну так а что ж ты хочешь? Не, ну здорового не надо. Самбел. Здорового не надо. А маленькое можно. Здоровое... А Свете нравится когда по столам? Да они все равно не заморачиваются. Причем тут Свет. А Свете нравится? Нет, не нравится. Подождите. Ну я тоже объясняю. Даже в семье в одной бывают такие разногласия. Ну нет. А Владик как котам? Ну слава богу. А Владик как животным? Владик не обижает, но не заводит. То есть не фанат? Да, не фанат. Ему надо ездить. Не, ну хоть не обижает и то ладно. Нет, не обижает. Он не такой еще идет кошку футбольнюд? Никогда, ты что? А не это. Когда-то мне тоже. Он не тащи домой там, не тащи с Юлей своей. Ну вот это. Девушка что ж надо. Да. Приперли мне трех слепых котят. Саш кто-то выкинул на мусорку. Не тащи, а сами приперли. Сами приперли. Я их ночью. Вот это же вставало не со шприца их. Это самое. Потом... Вы кормил? Конечно. Слушай, потом какого-то приперли тоже котенка. А его там что-то. Глаз разодрали. Ну, видишь, молодец. Да, да, молодец. Это уже много. Ну, он понимает, да, допустим, что когда заведешь... Ну, это ответственность. Надо кормить, ухаживать, да. Что-то ему не хочет. Человек не хочет, имеет право правильно. А так что? Игорь, спасибо тебе большое за еду. А, по котлетке. Да можно мне так? Я не буду пока. Я ж после столовой, я знаю. Да что тебя спрашивает? Какие котлетки красивые. Скажи. Угу. Из чего они сделаны. Угу. Нема никакого настроения. Сижу дома с этим. Насмотрелся эти видео про эти свинктери разные. Там, оказывается, я думал, нижний свинктер это в заднице. Думал, что все закрывается. А это не нижний свинктер. Верхний свинктер вот тут. Вот это, это же пищевода тут идет до желудка. Длинная трубочка. Тут вверху, где мы глотаем, это верхний свинктер. А где она идет, желудок открывается, это нижний свинктер. У меня еще давно, года, наверное, 3-4 в Днепродзержинске женщина говорила, что вот как бы у вас нижний свинктер плохо работает, как бы у вас не было потом проблем. Я говорю, там не марок желудка. Но вот то, чего вы боитесь, как бы у вас не было потом с пищеводом. Потому что там со свинктером проблема какая-то. А я посмотрел, у меня грыжа. Грыжа, это значит там через диафрагму проходит вот этот пищевод. Он через отверстие в диафрагме проходит. Получается, что это отверстие то ли раздолбанное делается, то ли что. И что желудок, часть желудка вылазит в брюшную полость наружу. Не внутри помещается, а через этот проход вылазит. И получается, идет заброс вот этой кислоты в этот пищевод. Она постоянно раздражает, он плохо закрывается этот свинктер. И эти процессы они необратимы. Их надо лечить, там операция. Как-то затягивают назад эту грыжу и подшивают вот эту диафрагу. Или заклепки ставят, или там какое-то кольцо магнитное. Ну, говорят, что надо похудеть. И может быть даже это сама грыжа упадет. Если похудеть и не курить, то грыжа как бы это сама сузится и упадет туда назад в желудок. Но вот врач сказал, что вроде необратимы эти процессы. Что если она вылезла, то уже желудок в брюшную полностью, уже до 40. Ну, короче, черти что. Нельзя ложиться после еды сразу. Нельзя много есть, надо есть по чуть-чуть. Нельзя там жареное, там острое. Ну, как обычно. Ничего нельзя. В общем, такое настроение на мануяку. Зайчик мой. На работе мы на нижний сфинктер хорошо. На работе мы на нижний сфинктер. Пожалей меня. Та не кусай же, пожалей. Мерзавец такой. Ты мерзопапучный. Ложить так комфортно, влиться. Никто его не обижал. Острый сыт. Буду худеть, Томас. Будем спасать. Спасать хозяина. Скоро с маской встречусь. Ты меня не похоронишь. Эх, крокодильчик. Ой. Жить такой крокодилиус. А холодильник что мыть? Летающая тарелка. Закрыйся. Хочу ты быстро хоть. Борщик есть, ребятки. Уже страшные борщи. Такая гречка вкусная получится. Я пришел покушав. Ничего ж на ее. Это в театре. Игорек ответил. Это гречка шикарная. Приложи в судок. Отлично получилось. С ножками. Теперь нельзя мне ни острого, ребята. Ни сладкого. Ни соленого. Ни кислого. Яблок нельзя. Посмотрю какие можно фрукты. Какие нельзя. Воду пью. Я поел сейчас. Не пил воду. Поел не знаю где. Может час прошел уже. Вода пить водичку. Чтобы этот сфинктер закрывался снизу. Да? Стойчик. Стойчик. Не погибнет. Нехороший. Не погибнет. Неживучий. Как я тебя брошу. Так что все такие дела, ребята. Видите. Сфинктер. Сфинктер рыжий. Рыжий. Сфинктер. Рыжий. Сфинктер. Какое впечатление, как температура. Горолокрасная. Ну короче все. Без него. Без него. Без него. Все отдам. И понимаю. Пропадаю я. Еще и после этого сразу петь на сцену. Это так ужасно. Голос дренчит. Все подертое. Еще и надо петь. Все. Пока ребятки. Не ложусь. Вот так вот сижу как дурак. Чтобы свинктер закрылся. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Может закрыться цей свинктер назад. Ай. Что-то уже и болит. Уже и кажется что тут печье. Короче. Все. Пока.